МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. ЧП в Кемерове должно стать для всех уроком. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр. Бахджан Сагентаев поручил МВД противопожарным службам и Экиматам проверить казахстанские торговые центры. Контроль за этим вопросом возложен на первого заместителя премьера Аскара Мамина. В целом в стране сегодня работает больше тысячи крупных торгово-развлекательных центров. В комитете ПЧС пообещали, что проверят каждый из них в течение года и особое внимание уделять системе пожарной безопасности. В случае нарушения последует наказание. Административный штраф в размере 50 МРП это 120 250 тенге. Составляется административный протокол, заносится туда все нарушения и привлекается к административной ответственности. Если выдается предписание, при повторной проверке, если предписания не устраняются, материалы направляются в суд за неисполнение предписания, там мера предусматривается уже 100 минимальных расчетных показателей, сумма штрафа или при остановлении деятельности объекта. Значит, вот такую меру, и в прошлом году мы 21 раз использовали такую меру. Информация о том, что при пожаре в торговом доме в Кемерово предположительно погибла гражданка Казахстана, не подтвердилась. Как сообщили в посольстве нашей страны в России, Марина Баранова, гражданка Российской Федерации. По словам ее родственников, женщина была прописана в городе Кемерово, но родилась в Акмолинской области. По последним данным, в результате трагедии в торговом центре погибли 64 человека. Место трагедии уже посетил президент России Владимир Путин. По его словам, причиной случившегося стали халатность и разгильдяйство. Вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Спасибо. Предлагаю почтить память. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия. Не выброс метана где-то в шахте. Неожиданный. Люди пришли отдыхать. Дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? Тем временем в больницах еще остаются 15 пострадавших, в том числе 13 в удовлетворительном состоянии. Самочувствие всех госпитализированных улучшается, говорят медики. На месте трагедии продолжается разбор завалов. В МЧС отметили, что до сих пор сохраняется опасность для жизни сотрудников, проводящих демонтаж конструкции. На месте трагедии одновременно работают 297 человек. В Восточно-Казахстанской области не хватает техники для борьбы с талыми водами. Об этом сегодня премьер-министру доложил глава региона на заседании правительства. По словам Даниила Ахметова, на востоке страны должно быть предусмотрено 112 мотопомп, а на балансе всего две. Из положенных же 6, 10 и 9 лодок в наличии лишь 14. При этом Бахчан Сакентаев подчеркнул, что технику перегоняют из других областей. Вместе с тем, глава правительства раскритиковал работу первого заместителя министра внутренних дел. По словам главы Кабмина, Жанат Сулейменов не осведомлен о полной ситуации в области, из-за чего не смог ответить на вопросы о техническом оснащении. Первый зампредседателя комитета ПЧС находится в Восточном Казахстане. Сабид Бейтаев оценивает ситуацию. На помощь населению, оказавшемуся в зоне потопления, в регион прибыли южноказахстанские, павлодарские и алматинские спасатели. Всего от стихии пострадало 230 домов, 750 человек эвакуированы. Наиболее сложная обстановка сложилась в селе Верхубаш и Манайханского района, где объявлен режим ЧС. В результате спасательной операции эвакуированы 65 человек. Сейчас они уже вернулись в свои дома. Режим повышенной готовности всех служб гражданской защиты к паводковому периоду объявлен в Западной Казахстанской области. Сегодня в регионе воздух прогрелся до пяти тепла. Синоптики обещают, что до конца марта еще выпадет снег. А в первой и второй декаде апреля ожидаются дожди, причем выше нормы. Дневная температура в среднем составит 12 градусов выше нуля. Поэтому сейчас коммунальные службы продолжают уборку снега. Из города и сел спецтехника вывезло более 343 тысяч кубометров снега. Для расчистки заснеженных трасс и дорог в Косталовский и Тоскалинский районы направлена дополнительная инженерная и дорожная техника. Завершается очистка водопропускной системы. Всего на автомобильных дорогах насчитывается почти 1600 водопропускных труб. Определены места возможного перелива. Они взяты на контроль дорожными службами. К работам привлечены почти 3000 человек и более 680 единиц техники. На данный момент уровень промерзания грунта очень высокий. Больше метра это значительно. И вот теперь надеемся, что к апрелю месяцу, с учетом того, что днем будут плюсовые температуры, а ночью минусовые, это промерзание у нас постепенно будет сходить. Определенно 76 населенных пунктов, которые подвержены потоплению. В принципе, в данное время все возможные мероприятия проводятся, чтобы не допустить, чтобы безаварийно пропустить вот эту паводку в сезон. Все работы выполняются, но тем не менее угрозы есть. Поэтому объявлен режим повышенной готовности. Продолжение следует... Не ясно, связаны ли между собой эти два инцидента. По словам официального представителя сухопутных сил США Майкла Говарда, обе посылки были переданы на экспертизу ФБР. Австралия присоединилась к числу стран, объявивших о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр страны Мальком Тернбул. Подобное решение приняли и в Канаде. В течение ближайших 10 дней оттуда будут высланы 4 сотрудника российского посольства и генконсульства. По данным СМИ, о высылке российских дипломатов уже заявили 16 стран Евросоюза, а также США, Норвегия, Украина и другие государства. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство в Сиэтле. Напомню, скандал разразился после того, как 4 марта в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон ответственность за случившееся возложил на Россию. Москва же категорически отрицает свою причастность. Австралия вышлет двух российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение 7 дней. Мы приняли это решение вместе с 23 другими странами в качестве ответной меры на химическую атаку в Солсбери. Продолжаем выпуск. В Казахстане разрабатывают единую систему сведений обо всех объектах недвижимости и инфраструктуры. По словам экспертов, предпоградка Дастрав позволит обеспечить прозрачность архитектурной и строительной деятельности. Также ресурс будет предоставлять информацию населению и бизнесу о возможности подключения к инженерным коммуникациям. Кроме того, в рамках программы «Цифровой Казахстан» за счет слияния нескольких информационных систем в стране создадут единый государственный кадастр недвижимости. Отмечу, сегодня уровень цифровизации данных под кадастровых составляет в среднем 20% по стране. Единый государственный кадастр недвижимости будет включать в себя 19 подсистем и модулей. Проект будет реализован в период с 2018 по 2021 годы. Сейчас проводятся работы по разработке концепции, технического задания и необходимой программной документации по проекту. А также прорабатывается вопрос передачи автоматизированной информационной системы земельного кадастра и государственной базы данных в доверительное управление госкорпорацией и правительства для граждан. Более 83% казахстанцев овладели государственным языком. Еще свыше 22% населения изучили три языка. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр культуры и спорта Арстамбек Мухаммедеулы. Он рассказал о реализации госпрограммы развития и функционирования языков в Казахстане до 2020 года. По его словам, сегодня в стране работают 89 региональных центров обучения госязыка. В прошлом году курсы прошли свыше 58 тысяч человек. По итогам 2017 года доля документа оборота на государственном языке составила 92%. Из них в центральных госорганах 89%. В местных исполнительных органах свыше 93%. В нацкомпаниях порядка 49%. Увеличение количества государственных грантов будет способствовать росту числа квалифицированных кадров, необходимых для дальнейшего развития страны. Так прокомментировал пять социальных инициатив президента Казахстана и генеральный секретарь профсоюза учителей Сингапура Майк Тируман. Он считает, что стипендия позволит тысячам молодых казахстанцев рассчитывать на получение качественного высшего образования, не беспокоясь об источниках финансирования. И это позволит студентам полностью посвятить себя учебному процессу и сосредоточиться на получении соответствующих навыков, необходимых в динамично развивающихся секторах экономики Казахстана. Также заслуживают уважение планы по строительству новых студенческих общежитий на 75 тысяч мест, возведение которых поможет урегулировать проблему нехватки студенческого жилья. Общежития могут служить в качестве места для продолжения университетского обучения, а также по расширению кругозора и повышению интеллекта студентов, развитию их знаний и навыков. Поскольку студенты в общежитиях имеют больше времени для взаимодействия друг с другом и за счет этого совершенствовать процесс приобретения знаний. Студенческие общежития – это места, где можно развивать социальные, межличностные и коммуникативные навыки, оттачивая критическое и творческое мышление, которые помогут развитию Казахстана. Для этнических казахов, которые возвращаются на историческую родину, предлагают продлить срок особого статуса на три месяца. Делается это для того, чтобы каждый из репатриантов успел оформить все документы и получить гражданство. Об этом вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала на расширенном заседании Комитета Сената, где обсудили законопроект об изменениях по вопросам занятости иммиграции населения. Также в документе предлагается упростить процедуры, связанные с обращениями людей в Центры занятости для трудоустройства. Еще одно новшество касается тех, кто готовится выйти на пенсию. Уведомлять об освобождении от должности таких работников будут через месяц после достижения пенсионного возраста. Это, по словам Светланы Жакуповой, сделано из этических соображений. Депутаты же отметили, что не все формулировки нормы законопроекта прописаны понятно. Допускается по достижению работников пенсионного возраста. После достижения пенсионного возраста не менее чем за один месяц до даты расторжения. Мы три раза разбирались по данному законопроекту, когда министерство усилиями некоторых департаментов и комитетов нам, людям, сидящих на законах, разъяснили. Я представляю, что будет на местах, когда необходимо будет реализовать данное законопроект. Опять мы допускаем формулировку, которая министерству понятна, но будет ли понятно на местах при рассмотрении трудовых споров. В трудовой кодекс внесены изменения в части расторжения трудового договора по причине достижения пенсионного возраста. Если ранее норма предполагала, что за месяц до достижения пенсионного возраста человека уведомляли о расторжении, то сейчас внесены изменения, что после даты достижения пенсионного возраста в течение месяца он уведомляется о том, что с ним будет расторгнут пенсионный договор. Новые правила пенсионных выплат разъясняют казахстанцам. Сегодня во всех отделениях ЕНПФ проходит день открытых дверей. Специалисты отвечают на вопросы вкладчиков и подробно рассказывают о нововведениях. В частности, речь идет о повышении пенсионного возраста для женщин до 58,5 лет. Ежегодно эта планка будет подниматься на полгода. Таким образом, к 2027 году на заслуженный отдых казахстанки будут выходить в 63. Что касается самой пенсии, то в этом году она выросла на 8%. Кроме того, с 1 июля ожидается изменение размера базовой выплаты. Теперь она будет зависеть от трудового стажа. С 1 июля 2018 года планируется повышение базовой пенсии. Это будет зависеть от того, какой стаж у человека. То есть максимальная сумма базовой пенсии будет составлять 28 240 тенге. А на сегодняшний день выдается всем одинаково 15 300 тенге. То есть это, соответственно, тоже повлияет на тех людей, у которых есть достаточный стаж работы. С 1 июля этого года вступает в силу новый кодекс о недрах и недропользовании. Как и ожидается, изменение правил даст новый толчок к развитию добывающей отрасли. Но улучшения ждут не только крупные промышленники, но и геологи-любители. Единственный на всю страну клуб любителей минералов готовится сейчас к новому старательскому сезону. Красоту полудрагоценных камней на выставке оценили и наши корреспонденты. На этих витринах самые красивые камни сырой арки. Все, чем могут перед днем геолога, а он 1 апреля, похвастаться членами единственного в Казахстане клуба любителей минералов. Город Караганда, он на агатах стоит. Нам праздник, не выходя из дома, как говорится, на огороде можно агат выкопать. А вот самые ценные и красивые камни обычно сопровождают руды цветных металлов. К примеру, это уникальный казахстанский аширит. В мире такие чистые минералы встречаются еще лишь в Конго. Это силикат, водный силикат меди. Какие-то были растворы, их откуда выдавило, когда лава кипела. И они в пустотах, где были они, кристаллизовались. Это совсем маленькое проявление, его уже нет. Его уже разведали, добыли. Однако новых экспонатов в экспозиции немного. На протяжении последнего десятилетия легальный доступ к рудникам был практически закрыт. Одни забросили и затопили, другие перешли в частную собственность. А крупные промышленники в сборе камней бизнес-выгоды не усмотрели. Все это собиралось, как грибы, как это, с поверхности. Грибничество, да. Потому вступление в действие нового кодекса о недропользовании геологи ждут с особым нетерпением. Уже с июля можно будет получать официальную старательскую лицензию. Можно сказать, горная свобода по-своему дана людям с тем, чтобы они работали. Будем ожидать, что какое-то количество пойдет вновь. И тогда у нас будет великолепнейших аквамаринов, берилов, радохрозитов невиданной красоты. Опять будет, ну не вагонами, но около того. Коллекционирование полудрагоценных металлов – целая индустрия. Чтобы на весь мир прославить лучшие отечественные образцы, энтузиасты сейчас собирают специальный каталог. Вручение театральной премии «Золотая кулиса» впервые проходит в Астане. Мероприятие состоится в рамках Международного дня театра, который сегодня отметят во Дворце Жастар. Здесь собрались не только актеры и режиссеры всех театров столицы, но и ценители театрального искусства. Среди гостей моя коллега Гульнара Хасана находится на прямой связи со студией. Гульнара, добрый день. Как проходит празднование? Добрый день, Динара. Праздник служителей Мельпомены уже можно считать открытым. Он проходит в необычном голливудском формате. Красная ковровая дорожка, элегантные наряды, вечерние смокинги, брызги шампанского, музыка и, конечно же, вручение театральной премии. Организаторы назвали ее «Золотая кулиса». Она будет вручаться в этом году впервые. Вручаться она будет в этом году впервые, нужно отметить, в театральном стиле, в таком немного шуточном даже. Вручаться туэтки так называемой звезды современности прошлого, такие как Хью Джекман, Никита Михалков, Мэрилин Монро, Королева Великобритании, Елизавета Вторая. По красной ковровой дорожке уже прошлись театральные актеры, известные сценаристы, режиссеры, звукоинженеры. Одним словом, все те, кто делает это высокое искусство. В этом году организовать этот праздник выпало честь государственному академическому русскому театру драмы имени Максима Горького. У нас есть возможность побольше узнать об организации. Рядом со мной главный режиссер театра Бекулат Апарманов. Бекулат Сатарович, здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрите, поздравить вас с праздником. Спасибо. Скажите, пожалуйста, расскажите побольше о своей инициативе. Как вы планируете, какие номинации сегодня будут вручены? Это огромное спасибо за поздравление. Я тоже всех козек поздравляю Казахстана и вообще всех театров мира. Ну, естественно, сегодня волнительный день для нас. У нас пять номинаций. Это удивительная номинация для каждого театра, потому что в этом празднике принимают пять театров столичцы. Впервые мы придумали такую номинацию, которая называется «Золотая кулиса». Я думаю, это будет номинация традиционная, и каждый год он будет переходить, как эстафета, к каждому театру. А то, что вы сегодня увидите на сцене, это вся наша творческая молодежь, которая активно принимала в этом участие. Скажите, какие вы подготовили вообще сюрпризы сегодня? Какие постановки будут в честь праздника? Ну, постановки для меня тоже будут неожиданными, потому что каждый театр приготовил свой сюрприз. И зрители сегодня впервые сами увидят это все. Так же, как я и участник, и как организатор, и как зритель буду впервые видеть. Большое спасибо за информацию. Еще раз с вас с праздником. Пусть эта премия действительно станет традиционной. Ну, а я добавлю, сегодня будут награждены не только театры, но также лучшие работники театров. Актеры, режиссеры, сценаристы. Одним словом, все те, кто делают это высокое искусство. С поздравительным словом выступил заместитель Акима Ермека Маншаев. К этой минуте у меня все. Динара. Спасибо, Гульнара. Наша съемочная группа находится на вручении первой театральной премии «Золотая кулиса». Уникальные архивные данные о выдающемся казахском политическом и общественном деятеле увидели в свет в монографии «Оренбургский путь» Ахмеда Бытурсынова. Ее автор и доцент Оренбургского госуниверситета Татьяна Тугай на основе исторических документов иллюстрирует просветительскую деятельность издателя «Первой казахской газеты», члена Первого казахстанского правительства и Народного комиссара просвещения Казахстана Ахмеда Бытурсынова. Презентация книги прошла в Москве в Российском университете дружбы народов. Она была издана по инициативе Оренбургского благотворительного фонда «Батирек». Монография в переводе на казахский язык в ближайшее время будет презентована на форуме теркологов в Варшаве. И на этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok